Студенты Института международных отношений и политических наук не в первый раз изображают законодательную власть страны. Зато впервые собрались для этого в стенах парламента. Занятия назвали симуляцией и первый час в лучших традициях истинных депутатов только раскачивались и знакомились. Никто особенно не бился за ту или иную роль. Кто первым открыл список депутатов, тот выбирал по своему желанию. За пару минут разобрали самых заметных членов Сейма. Я зашла позже на страницу, выбрала, что осталось. Впрочем, на роль докладчика и спикера желающих определили путем голосования. Пришлось провести внутренние выборы. И, как потом признались депутанты, им нелегко пришлось. И правда, процедура не так легка, как выглядит по телевизору. Но не сказать, будто орешек не по зубам. Стараюсь соответствовать. Забавно, но благодаря случайному распределению ролей во фракции социал-демократов оказались одни девушки. Зная последствия внутрипартийного раскола, поделились сомнениями в дальнейших перспективах для соцдемов. Может стать, что им и не удастся работать дальше вместе. Раскол наметился большой и продолжает разрастаться. Хотя отделившиеся части соцдемов будет непросто вернуть свой электорат. Вместе с ролями депутатов студенты поневоле примеряли на себя их политическое кредо. Дублер лидера консерваторов Габриэлью Селандсбергиса, к примеру, согласился со своим прообразом, что белорусскую АЭС нужно закрыть. Вообще-то надо бы для соблюдения национальной безопасности. И с точки зрения выбросов станция несет определенную угрозу. Преподаватель и организатор симуляции работы Сейма заметила, что настоящие парламентарии тоже частенько имитируют работу, совсем как ее студенты. Там очень много происходит таких вещей, как будто на показ. А заседания напоминают некие постановочные спектакли, своего рода симуляции. Могло бы больше пользы быть, если бы каждый меньше думал о том, как ему лучше выглядеть и что сказать, чтобы не остаться незамеченным. Задание, однако, было сформулировано серьезно – реформа выборной системы. А как ее преобразовать, должны были решить студенты. Закладчик предложил упразднить голосование по партийным спискам, поделить всю страну на 141 округ и чтобы в каждом был единственный мандат. Я не знаю, честно признаться, какую пользу это даст. Я играл роль Наглиса Путейкиса. Он предлагал таким путем бороться с партийной номенклатурой и элитой. У меня нет своего твердого мнения на этот счет, и я сомневаюсь, что реальный Сейм за это бы проголосовал. Пожалуй, даже хорошо, что симуляция работы Сейма прошла при полном отсутствии настоящих депутатов. Взамен партийных списков предложить полную персональную ответственность избранников народа такого большинство парламентариев могло не пережить.